Привет, народ! Ну что, я обычно сплю днём, да? Потому что работаю ночью. И вот, разбудил меня дядя почтальон, но принёс совсем другую посылку. Вместо того, чтобы принести посылку, мне сказали, что меня ждёт посылка. Вот. Но эта посылка очень-очень долгожданная. Сейчас посмотрим, если у меня получится её распаковать прямо в машине. Прямо не отходя от кассы. В двух словах, что это такое. В прошлом году совместно с несколькими писателями мы провели конкурс, где мы искали молодые таланты. Искали писателей, которые интересуются... Вот это запаковали, да? Работает почта. На славу. Куда ж столько скотча-то взяли. Так вот, мы взяли, дали объявление, что, алло, мы ищем таланты. И множество разных писателей прислали нам рассказы. Мы эти рассказы прочитали, выбрали самые интересные. И эти книги, и все эти рассказы пошли в один общий сборник, который называется «Птица». Не, ну, это ж надо уметь так запаковывать. Это даже подарок на Рождество, это... Можно маму запаковать и отправить, и ничего с ней не случится. Так, о, все, кажется, размотал. Рассказы самые разные. Все пошло под общим названием «Притчи 21 века». Работали над этим долго, упорно. Работали и редактора, и издатели. Несколько именитых писателей, в том числе и я. Ну, я очень доволен тем, что получилось. Тех, кого мы выбрали. И вот они, книжечки. И тут еще одна запаковка. Ну, чтобы не протекало, все правильно. Книга пусть и в мягком переплете, но зато сделана очень качественно. Вот, смотрите. Притчи 21 века. И начинается с рассказов Владимира Имакаева. Слово от редактора. И тут я похож. А так. Окей. Вот такая вот книжечка. Кому интересно, можете найти и приобрести. Спасибо, Тарас, за то, что прислал. Все, пока. Пока.